продолжается наше восхождение всем доброе утро и как раз первую лавину встретили на своем маршруте на своем пути пошли в серьезную гору пошел очень такой хороший набор высоты и периодически конечно попадаются всякие трещины пещеры ох друзья кто бы знал как я рад здесь оказаться цивилизация гора и гульдумиди канатка на италию таких местах очень хорошо видно как будет наш проходить завтрашний маршрут и это только начало час ночи восхождение началось первые препятствия начались у нас тут три часа ночи и трещины я не знаю даже сколько-то метров глубина очень глубокие дошли до стенки дальше поднимаемся по веревке сама веселая начинается здесь мы на втором гребне веревка закончилась уже скоро рассвет всем добра будто мы потихонечку приближаемся горе монблан уже прошли две вершины прошли сложные участки там всякие разные веревки и так далее и тому подобное и на горизонте у нас уже виднеется вершина горы монблан рассвет уже около семи часов потрясающие конечно здесь виды очень красивые мы на границе италии сейчас находимся италии франции мы сегодня проснулись в час ночи даже в 12 чтобы увидеть вот такую вот красоту прогуляться по горным вершинам франции очень красивый маршрут со всех сторон горы белый белый снег заснеженные горы много альпинистов уже поднялись на на гору и и мы идем следом мы идем потихонечку не торопясь не спеша поднялись мы со стороны и гульду меди со стороны приюта космик и спускаться будем со стороны приюта очень красиво в контрасте закатом и так далее дальше нас поджидают еще препятствия но монблан уже впереди просыпается солнышко не не буду подсвечивает очень красиво детственная такая природа не тронутая никем только тропки протоптаны альпинистами и все вот она вершина монблан долгожданная наконец я к ней приближаюсь оно того стоило проснуться рано утром замерзнуть потерять силы на подъеме испугаться и так далее пожалуй это одно из тех самых мест которых природа рисует удивительно красивые картины и пейзажи мы сейчас находимся на границе франции и италии с одной стороны италия с другой франция и гора монблан она находится как раз на границе двух государств долина начинает просыпаться лета взлетели вертолеты самолеты закончилось наше восхождение на белую гору или как говорят французы монблан мы начали свое восхождение с ледника морды глаз и прошли через приют космик через эйгуль-думиди и сейчас мы здесь затягивают тучи еще несколько кадров и все мы собираемся уходим потому что затягивает сильно тучами и солнце и все вообще здесь затягивает может даже дождь пойти поэтому нужно срочно отсюда убегать возвращаться и я беру машину уезжаю куда-нибудь в сторону моря хочу последние деньки побыть возле моря покупаться возле моря потому что снега для меня достаточно обратный путь здесь наш обратный маршрут будет проходить по вот этому хребту то есть мы поднялись отсюда и возвращаемся сюда в сторону приюта приюта Гюте вообще некоторые люди обычно наоборот поднимаются там спускаются здесь потому что здесь легче спускаться чем подниматься либо можно подняться со стороны Гюте и спуститься со стороны Гюте это самый оптимальный вариант самый легкий спускаться будет гораздо легче и быстрее чем мы поднимались поэтому я поснимаю для вас побольше поснимаю красивую часть горы поснимаю дедушку который идет без топора без страховок без без ничего просто с двумя лыжными палочками самый оптимальный вариант так сказать на самом деле это очень опасно я думаю в его возрасте уже как бы терять нечего и он может себе позволить пройтись по по маршруту вот в таком вот виде страшновато ну ничего я думаю мы с этим страхом справимся надеюсь GoPro продолжает снимать потому что здесь достаточно холодно очень холодно я бы даже сказал и практически вся аппаратура замерзла мне удалось пару раз взлететь с дроном но не очень долго и буквально совсем чуть-чуть я полетал и приземлился и 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 я думаю метров на 500 примерно мы спустились и здесь уже нету никаких туч прекрасный вид на наш приют в котором мы жили космик гору Игульдумиди Игульдумиди полностью всю долину Шамани некоторые люди ходят без пары некоторые без пары самое главное это топор потому что топором если человек начинает падать топором можно вот так вот схватиться вот таким образом это работает пикается топор и он держит теперь снег держит я уже это сейчас сказал в инстаграм и скажу еще раз для ютуба у меня есть доченька прекрасная ее зовут Сара я ее очень сильно люблю и вот это восхождение на гору Монблан я посвящаю тебе Сарочка посвящаю своей любимой доченьке потому что у каждого ребенка должен быть какой то повод гордиться своим родителям или своими родителями и я думаю что покорить такую вершину это неплохо гордиться все французы знают об этой горе да и вообще вся Европа это самая высокая точка Европы ничего в Европе нету выше во первых гора очень красивая во вторых несколько маршрутов мы прошли то есть мы поднялись по одному маршруту начали оттуда вот так по горам по горам по горам и зашли туда спускаемся по другому маршруту совсем рядышком это похож на прогулочный вертолет туристический он подлетает прямо в горе и туристы могут сделать фотографии сфотографироваться сфотографировать гору это стоит вообще недорого и друзья могут собраться и сделать себе такой вот небольшой экспириенс еще один крутой гребень кстати вот в этом маршруте учтите очень много гребней если вы пойдете по тому маршруту там гребней будет меньше там будет пару сложных участков остальное все равнина да здесь было бы конечно очень классно покататься на лыжах я бы может быть даже когда-нибудь попробовал бы спуститься здесь на лыжах потому что мы познакомились вчера в приюте с одним человеком он здесь живет парень очень веселый активный не пьет алкоголь зовут Николай он спускался с этой горы на лыжах узкий и мне прям даже интересно узнать насколько мы правильно технически выполняем его буду очень рад если напишите в комментариях свое мнение если есть профессиональные альпинисты периодически в горах слышно камнипад сходят лавины падает снег падают камни вот так войдет гиды туристов здесь по горам на коротком коротком поводке это услуга около тысячи евро стоит но но над лонг вай а фил гуд а здесь резкий тоже резкий спуск прям так и просят чтобы по нему съехали на лыжах и потом можно или туда вниз или даже хорошо разогнаться можно наверх красота среди лета конечно лето уже заканчивается увидеть такое но если я сейчас поеду в Марселе я там буду купаться из снега в океан а снизу не видно вот этой красоты здесь гораздо лучше обзор этого ледника который тает очень сильно отсюда уже лучше видно хижину гитера и если вы пойдете на монблан с этой стороны то скорее всего вы будете ночевать здесь перед походом и 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 вот так вот выглядит подъем что труса до хижины где везде есть страховочные тросы можно цепляться по камням по лестницам в принципе нормальный проход самый опасный участок на спуске пройден это называется кулуар гран кулуар и здесь очень часто падают камни друзья посмотрите кого я нашел это горные козлы они даже на меня внимание не обращают опять я вижу ту же самую картину иду по тропе а здесь пасется горный козел там еще один сидит они по моему что не боятся есть травку я могу представить каким азартом у нас здесь перестреляли бы в казахстане иногда здесь бывают очередь приходится ждать вертолеты летают в туман наступил момент покидать прекрасный городочек шамане я бы так бы сказал бы гора монблан я очень был рад знакомству сегодня испортилась погода и как уже мы все прекрасно знаем шамане практически нечего делать когда плохая погода поэтому я решил не тратить время купил немного сыра своего любимого козьего пакет напоследок и все я уже уезжаю когда я куда-то хожу в горы я очень много трачу энергии и багет мне в этом хороший такой помощник всегда помогает и я могу всегда пополнить свою энергию свои силы мне надо ехать примерно четыре часа я еду в город габ 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 или габ я там еще не был хочу проехать мимо может быть там переночую и завтра уже буду возвращаться в марсель у меня завтра вылит ночью я возвращаюсь в алмату очень много снял материала теперь мне это надо все редактировать выкладывать на youtube выкладывать в инстаграме кстати кто не подписаны можете подписаться там появляется немного быстрее информация о моих путешествиях и так далее красивый мост вообще во франции любят сохранять какие-то такие красивые разные достопримечательности и так далее и тому подобное по нему до сих пор ездит поезд скидывать скоростью сегодня наконец-таки я покорил гору монблан может быть даже она мне покорилась не знаю как кому будет удобно водно потому что на самом деле восхождение не такое уж и простое как кажется ходят многие много новичков ходят взрослые люди ходят молодые ходят и так далее и тому подобное но в реальности очень много сложных участков на этой горе и много страшных участков много таких неизведанных участков где можно запросто наступить на снег а под снегом будет воздух а под воздухом будет пустота или какая-нибудь ледяная пещера глубиной там 200-300 кем 200-300 метров это действительно немного так сказать меня беспокоило мы вышли рано утром даже вернее ночью в 12 часов мы проснулись нам приготовили завтрак в том приюте в котором мы ночевали спали там несколько буквально часов там несколько видов завтраков в час в три в зависимости там от в 5-7 в зависимости от того куда люди идут показывает знак что впереди дорожно-транспортное происшествие странно а гугл не показывает но не важно на самом деле я очень сильно уставший потому что я спал всего лишь там 3-4 часа потому что обычно в таких приютах там расположение типа хостела и люди все спят в одном месте кто идет на макблан и селит в отдельную отдельную комнату чтобы никто никого не будил там могут встретиться начиная от миллионеров и заканчивая людям которым нечего есть действительно я удивился очень сильно этому потому что вчера перед походом мы делали ревизию и полностью всю еду которая нам ну уже я уезжаю и ребята тоже уезжали и короче говоря всю еду мы отдали они сказали они обрадовались те люди которым я отдал они сказали еще сможем один день здесь жить потому что у них они там на газе готовят себе чай готовят еду и так далее вот это окно мы прошли которое можно было покорить пойти на на гору потому что если естественно там плохая погода то там во первых опасно во вторых там ничего не будет видно а сегодня прям такая хорошая погода была ясна и получились красивые фотографии видео в инстаграм тоже будут stories поэтому что бы я вам хотел сказать если вы если у вас не было опыта восхождения если вы в первый раз хотите идти покорять такую серьезную гору то я бы вас пытался бы как-то остановить потому что на самом деле это очень очень опасно и и даже если вы идете с группой или не важно то есть там такое состояние во первых там все замерз большая высота во вторых там другой воздух там по другому дышится и и нам нужно по другому думать мне кажется у меня до сих пор немного такое заторможенное мышление потому что я спустился сегодня почти с пяти тысяч наверное сейчас уже на меньше тысячи если у вас не было опытов каких-либо восхождений или еще что-то лучше эту идею как-то оставить или потренироваться на на более маленьких вершинах летом очень много вершин в россии и в казахстане много вершин красивых поэтому я бы наверно начал бы ходить в алматинские может быть горы или где-то в россии я думаю тоже можно найти хорошие горы потому что идти сразу на монплан во первых это дорого во вторых конечно это престижно эту вершину все знают и она очень красивая сама вершина она очень красивая то есть и в момент восхождения и в момент спуска мне конечно она очень понравилась я даже не знаю по моему в казахстане может быть даже нет аналогов может быть пикнув султан но все равно чуть другой потому что сам гребень у мандлана он какой-то такой большой там по моему даже вертолет может сесть самая главная задача в момент когда вы идете на в гору покорять гору любую неважно какую это ваша физическая подготовка а вообще хотя нет я думаю я думаю самое главное это это погода потому что если плохая погода если хорошая погода то шансов покорить вершину какую-то там сложную или может быть не очень сложную больше так получилось что я возвращаюсь в Марсель по другой дороге и у меня здесь совершенно другие виды по-своему прекрасные тоже звуки птички всякие разные букашки все такое на самом деле очень интересно оказаться спуститься вот так с холода со снега со льда с мороза на зеленые такие площади большие луга где много деревьев где можно искупаться в речке это очень интересно я только что проезжал какое-то место там была мельница я понимаю что она старая и что она может не работает хотя скорее всего она работает я успел снять эту мельницу в сторис поэтому если вы не подписаны на мой инстаграм обязательно подписывайтесь там другие видео и там более такие короткие емкие и информативные то есть в ютюбе я снимаю долгие видео могу рассказывать могу дорогу снимать могу просто так болтать когда мне нечего делать я куда-то еду допустим вот сейчас я еду час почти два часа я могу включить камеру просто так болтать с камерой разговаривать иногда попадаются какие-то такие моменты вот допустим оливковые сады это целая роща оливковая большая гигантская сейчас может в один момент что-то еще что-то еще здесь оказаться буквально вот внезапно и наверное в этом и есть прелесть путешествие на машине что можно включить заднюю скорость развернуться и поснимать или можно даже остановиться провести время в этом городе переночевать когда вы путешествуете на поезде или на самолете или у вас спланированный запланированный тур конечно планировать это очень хорошо но все равно я думаю надо оставлять время на какие-то такие внезапные вещи чтобы не жалеть о том что вот вы проехали конечно можно вернуться всегда и я знаю что я обязательно еще раз вернусь во Францию может быть даже не раз потому что чем больше я здесь нахожусь тем больше мне здесь может быть как-то нравится или мне здесь как-то проще я не знаю может быть конечно я преувеличиваю потому что безусловно никогда нельзя путать туризм и иммиграцию так сказать когда люди здесь беззаботную жизнь ведут это одно когда начинают чем-то заниматься это совсем другое потому что я познакомился в горах с одним человеком который здесь живет который здесь почти круглый год и он говорит что на самом деле во Франции очень тяжело в плане бюрократии и в плане того что какие-то новые создавать может быть идеи что-то новое открывать они достаточно консервативные в этом плане и может быть вот именно наши страны в этом плане они гораздо легче потому что все ругают коррупцию на самом деле это коррупция я не сторонник коррупции я не хочу чтобы вы меня неправильно поняли я говорю к тому что допустим у нас есть два выхода в Казахстане или в России или там нужно решить двумя способами либо законным способом пройти все либо можно там куда-то кому-то что-то попросить и они сделают а здесь только один единственный способ и он не всегда легкий он не всегда понятный и для нашего менталитета и так далее поэтому я думаю все равно безусловно во всех странах во всех городах и вообще во всем во всем в нашем мире есть плюсы и минусы и вопрос в том что вы любите что вам близко и что вам нравится вот допустим для меня Франция наверное останется страной для путешествия потому что ну по крайней мере я сейчас так думаю мое мнение может измениться конечно в любой момент и я может быть даже когда-то захочу здесь пожить может быть в в таком возрасте в преклонном потому что здесь очень классно взрослым людям им здесь ну прям хорошо им здесь нравится это такое место для взрослых людей потому что во первых по Франции можно путешествовать очень много почему французы мало путешествуют потому что всю Францию чтобы объездить в каждый городочек заехать в каждую деревню это очень много времени очень много я думаю даже может быть если прям увлекаться вот так ну я думаю всю жизнь можно и поэтому французы они постоянно катаются у них здесь есть море есть горнолыжные курорты прекрасные есть леса изумительные вообще красивые и такой такая концентрация всего всего самого интересного всего самого хорошего потому что я раньше вообще думал то что я не люблю зиму на самом деле когда я попал в шамани я понял насколько может быть красивая зима и насколько может быть я забыл вернее потому что я давным-давно не видел снега я наверное по нему так соскучился я уже даже забыл чувство холода и вот лошадки я еще проезжал место там была лошадка в чем-то одета такая то есть французы одевают на лошадок одежду иногда я специально еду по вот такой вот дороге маленькой небольшой во первых она бесплатная во вторых очень много интересных вещей всяких видов появляется мне здесь потом я всегда по расстоянию проезжаю меньше если я сейчас буду выезжать на платную дорогу скорее всего у меня там где-то 150 может быть даже больше будет километров может так же но допустим проехать из Шамани до Марселя надо будет заплатить где-то примерно может быть 30-50 евро по сути по времени это выйдет то же самое остановок я не смогу вот так делать на каждом шагу где мне понравится вот так съехать и остановиться может быть там прогуляться чуть-чуть перекусить ну там конечно есть Рестере специальные кармашки такие куда можно заехать но все равно это как-то не так на автостраде я себя зажатым чувствую и я не вижу многих вот таких вот интересных моментов которые мне попадаются когда я проезжаю проезжаю, проезжаю по маленьким дорогам и вы и сейчас на